Здравствуйте! В эфире город С. Как попасть в студенческий отряд и с пользой провести лето? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель Самарского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Фроленков и представители различных направлений студоотрядов Марина Аверьянова, Анна Прохорова и Алексей Новоселов. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот мы про Сергея сказали, вы какие направления деятельности студоотрядов представляете, Марина? Педагогическое направление. Педагогическое направление. Сами вы по профессии... Вожатый. Это профессия? А, нет, профессия на программисту учусь. На программиста и заинтересовала вас педагогика. Интересно. Анна, а вы? Я занималась 3 года студенческими отрядами проводников и учусь я на инженера по электроснабжению. Как интересно. Вот почему-то выбор профессии не совпадает с вашим волонтерским таким направлением, но с этим мы еще будем разбираться. Алексей, вы представляете у нас... Строительное направление, а учусь я на инженера подвижного состава. Ну вот видите. Скажите, пожалуйста, Сергей, в общем региональное отделение российских студоотрядов, что сегодня представляет из себя, сколько в нем участников, по каким направлениям, кроме названных, вы еще действуете? На сегодняшний день Самарское региональное отделение насчитывает более 2000 человек. Численность бойцов ежегодно увеличивается. Направления также развиваются. Это у нас основные 5 направлений. Студенческие традиционно-строительные отряды, студенческие педагогические отряды, студенческие отряды проводников, студенческие сервисные отряды, студенческие сельскохозяйственные отряды. В этом году возобновляются студенческие и медицинские отряды. То есть обзор в целом расширяется, направление тоже увеличивается и численно, и количественно. Ребята все более заинтересованно вливаются в движение российских студенческих отрядов. Как влиться в это движение? Марина, как вы попали в студоотряд? С чего все началось? Ну, я пошла за друзьями, мне кажется, очень многие люди как раз за друзьями, за эмоциями, за вот этим вот подъемом душевным, скажем так. А она у вас как получилась? Чисто случайно. Случайно? Да. Просто увидели объявление и пошли. Мы даже не знали первое время, что это студенческие отряды. Но как-то так все очень хорошо прошло и затянуло. Ваши маршруты в поездах, вы куда уже успели съездить, где побывать? Ну, я была в Санкт-Петербурге, в Анапе, в Адлере, в Саратове, в Москве, в Кирове. Очень много, на самом деле, выборов, большой. Можно съездить и в Нижневартовск, и так далее, и так далее. В общем-то, можно запутаться. Страна у нас большая, да, и можно ездить и в разные ее уголки. Алексей, для того, чтобы участвовать в стройотряде студенческом, нужно ли специальное строительное образование, навык какой-то? Нет, чтобы попасть в настройку, можно просто в желание и прийти и написать заявление. Дальше всему научим, пока же. А вы с чего начинали, чему учились? Или вы уже что-то построили? Я три года отработал в космодроме в Восточном. Первый год мы ехали практически без навыков. И там все показали, всему научили. И обучили сварки, и кладки, и как правильно вязать арматуру, и заливать. То есть всему научили. Да, ну это пригодится в жизни? Очень. На самом деле. Скажите, пожалуйста, у нас приближается чемпионат мира по футболу. Как-то вы на этом специализируетесь? Будут студенты там задействованы, студотряды? И чем вы можете помочь? На сегодняшний день в целом российские студенческие отряды плотно контактируют с организаторами чемпионата мира по футболу. В прошлом году мы участвовали в строительстве и подготавливали и город, и сам стадион. Порядка двухсот, наверное, студентов работали в студенческих строительных отрядах. Работали на набережной, работали в Струкском саде, работали на самом стадионе. Сегодня этап строительства уже практически завершен. Осталось там малейшее обогоражение территории. Но студенты сегодня у нас участвуют и как обеспечивают и сервис, обеспечивают безопасность, работают контролерами-распорядителями. Сейчас проходит обучение, уже прошло два тестовых матча. Впереди готовятся к третьему тестовому матчу. То есть у нас порядка 1200 человек будут участвовать в движении, связанных с безопасностью чемпионата мира. Также ребята будут задействованы в организации сервиса, в питании. То есть в целом без рук студенчества чемпионат мира не пройдет. Понятно. Теперь о пользе материальной, о материальном вопросе. Какие у вас зарплаты? Потому что это же не только на общественных началах. Вам же оплачивают за ваш труд? Да, конечно. А на каких вообще условиях можно устроиться? Какие требования предъявляются к тому, чтобы попасть в студотряд? Здесь условия у всех разные. И зарплаты тоже разные. Естественно, да. Да. У нас пик, наверное, зарплаты все-таки у строительных отрядов. Средний заработок у строителей примерно от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. Просто замечательно. Алексей, вы подтвердите? Да, полностью. У нас и сейчас ребята уехали уже. Два строительных отряда уже на космодроме Восточных уже трудятся. В целом по рабочим профессиям, конечно же, приветствуется, если у ребят есть образование профильное, имеют какие-то рабочие специальности, они получили. Допустим, если говорить про студенческие отряды проводников, там обязательно получение рабочей профессии проводник пассажирского вагона. И в педагоге тоже, наверное, тоже. В педагоге, конечно, да, также получают сертификаты, свидетельства о прохождении курсов вожатского мастерства. Поэтому у нас достаточно, все идет к тому, что наши ребята, которые работают, становятся профессионалами в своих отраслях и выполняют очень качественно свою работу. У нас есть фотографии, которые демонстрируют направление практически всей вашей деятельности. Мы сейчас их посмотрим, а вы сможете прокомментировать. Это какой студенческий отряд? Это сводные студенческие отряды, это педагоги, это мы находимся в лагере. Это одна из певок наших, то есть у нас вообще проходит ряд конкурсов. Это КВН 2018 года. То есть у нас студенты занимаются не только, здесь вот конкурс профмастерства студенческих отрядов проводников. Это слет у нас, конкурс тоже у нас один из конкурсов педагогических отрядов, открытие трудового семестра. В течение года у нас студенты не просто работают летом в тех или иных направлениях, также круглодично у нас есть и различные, также и субботники проходят, и конкурсы, и те различные слеты. То есть ребята занимаются круглодично волонтерской деятельностью, принимают активное участие. Да, жизнь в студенческих отрядах кипит круглодично и готовятся, естественно, к лету, чтобы пройти обучение, выехать на целину уже с определенными навыками. То есть видим здесь и зима, и осень, и лето, то есть ребята готовы трудиться. Также проходят спартакиады и Привожского федерального округа, и всероссийские. То есть ребята занимаются круглодично в движении студенческих отрядов. Благоустройство, да, тема благоустройства тоже была продемонстрирована. Резонный вопрос сразу после того, как мы посмотрели эти кадры, когда успеваете учиться? Если вы, как говорите, зимой и летом, вы и в поездах, и в лагерях, и на стройке, что происходит с обучениями, с дисциплинами, с успеваемостью? Ну на самом деле студенческие отряды очень дисциплинируют. То, что если ты хочешь заниматься своим любимым делом, то тебе нужно быстро и качественно сделать те дела, которые нужно сделать, отучиться, сделать там курсовые и так далее, и уже заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, и идти уже помогать, и работать, и развлекаться тоже. Жизнь студенческих отрядов еще такова, что приходится многие направления уезжать во время тот период, когда идет сессия. И поэтому студенческим отрядам приходится заблаговременно сдавать сессию, с досрочной, то есть тоже дополнительная мотивация. Теперь понятно, да, потому что все-таки учеба и дело, основное сейчас у вас дело это обучение, да, учеба все-таки. Скажите, пожалуйста, вот если близится летний сезон, если захочешь вступить в студотряд, что нужно делать? Принимаете ли вы на каких условиях, основаниях? Основание у нас такое, у нас есть, во-первых, ряд основных документов, это устав организации, кодекс организации, ряд положений нормативных. Все члены организации ознакомливаются с этими документами, пишут заявление, заявление рассматривается, и человек проходит определенное собеседование, естественно, принимается в то или иное направление. То есть у нас нет каких-то определенных направлений, то есть куда душа лежит, туда человек и принимает. То есть молодой человек сам претендует на какое-то направление, сам изъявляет желание там, туда идти или туда, да? А тут вдруг меньше людей, вы скажете, давайте-ка. Нет, такого не бывает. То есть каждый выбирает по душе свое направление. Кто-то идет в лагеря в детский работать вожатым, кто-то идет работать на стройке, кто-то едет работать проводником. То есть здесь спектр работы, кто-то работает на земле. А ограничений нет? Вот сейчас вот услышат нас и пойдут. Ограничения у нас только в одном. У нас ограничения, то что у нас все-таки мы не волонтерская организация, мы организация именно студенческих отрядов. И у нас работа связана с непосредственным трудоустройством, с записью трудовой книжки. То есть у нас нужен полноценный взрослый возраст от 18 лет. Нужно быть студентом при этом? Обязательно. Да, нужно быть студентом и возраст от 18 лет. То есть все большинство ребят, которые заканчивают первый курс, уже могут задействованы быть в движении студенческих отрядов в различных направлениях. Марина, где вы работали в качестве вожатой? Расскажите из вашей практики, где были? Какие у вас ощущения, может быть, после первого сезона остались, после второго? Как это меняется? Ну, я работала два года вожатой. Работала как в Самарской области, так и на территории юга. То есть это Краснодарский край, лагерь Шахтинский, Текстильщик, Зеленый Огонек. Здесь в Самарской области лагерь Юный Строитель. Эмоции, конечно, бешеные. Дети очень заряжаются на дальнейшую работу. Прямо глаза горят. Всегда после приезжаешь, там хочется еще работать. Вот по несколько смен отрабатывали. То есть я вот по две смены каждый год работаю. А после того, как смена заканчивается, вы продолжаете общение? Да, конечно. Потому что сейчас социальные сети, это же можно общаться бесконечно. Да, у меня дети есть с Нижнего Новгорода, созваниваемся регулярно, спрашиваем, как дела. Все нормально, то есть общаемся. И в будущем все-таки вы не планируете заниматься профессионально-педагогической деятельностью? Потому что такое направление, мне кажется, оно затягивает, если вы привыкли с детьми работать. Ну, думала об этом, думала на психолога пойти тесно. Вот, но как-то, не знаю, пока что еще... Пока нет, пока только вот такая практика вожатым. Ну да, ну надо диплом основной сначала получить. Конечно, да. У нас есть ролик как раз про вожатых, давайте его посмотрим, а потом продолжим разговор. Добрый день, ребята! Добрый день! Итак, мы сегодня с вами поиграем. Ай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Совершенно особая атмосфера, да, вот в детских лагерях. Скажите, пожалуйста, чему вы можете научить детей, как вожатые? Вот что можно им передать? Привить, если можно так сказать. Ну, привить, на самом деле, стараемся прививать лучшие качества. То есть это, там, дисциплинированность, там, с утра вставать, там, зарядка, то есть там, в лагере обязательное. Стараемся просто позитив дать детям, то есть это очень важно, чтобы у них были хорошие впечатления после смены, чтобы они хотели туда вернуться. Это очень, ну, зависит от вожатых. Вот если вспоминать все ваши практики, так скажем, что в первую очередь вспоминается? Какие-то случаи, может быть, интересные? Вспоминается, очень сильно вспоминается отъезд детей, когда, то есть дети уезжают. Жалко расставаться, да, наверное? Да, да, то есть они за вот 21 день, такой короткий промежуток, они становятся уже родными, уже не хочется их вообще отпускать, они прям, прям, хочется себе забрать домой, но, к сожалению, нельзя. Вы сказали, что вы были на юге, там море было? Да, там было море. Купание тоже детей, это очень весело. Да, да, чудесные воспоминания. Ну, перейдем теперь к проводникам, что вам вспоминается из ваших поездок, насколько сложно выстраивать отношения с пассажирами, потому что это тоже, да, люди бывают разные, вы молодые студенты, да? Аня у нас, кстати, я перебью, Аня у нас не просто проводник, она работала два года проводником пассажирского вагона, и после этого стала инструктором поездных бригад, то есть руководила целым штатным подразделением в городе Саратове. То есть вы учите? Руководила всем этим процессом в депо города Саратова. Ну, на самом деле, не так сложно найти общий язык с людьми, если ты настроен с самого начала положительно. То есть они подходят к тебе, ты им улыбаешься, говоришь, здравствуйте, может быть, вам помочь? И уже как-то располагаешь к себе, и как-то людям больше хочется подойти, что-то спросить, или как-то даже они сами пытались помогать. Очень-очень много таких случаев, когда даже из-под тяжка писали положительные отзывы, и это очень здорово и очень классно. А от работы инструктором, наверное, самые-самые-самые, наверное, лучшие впечатления, потому что у меня были ребята с Кирова, с Алтайского края, город Биск, наши самарские ребята. Мы жили все в одном месте, это своя такая атмосфера, чувствуешь себя такой мамой, у которой 150 человек детей. Но это же еще ответственность. Да, это ответственность. Вот в случае вожатого, да, ответственность за детей, и у вас тоже. У проводника это просто колоссальная ответственность, потому что ты от одного пункта назначения везешь в другой, потом все уходят. Следующие, и так, пять дней в пути, и это вообще, конечно... Вот пять дней, вы говорите, это какой был маршрут? Это Самара-Санкт-Петербург пять дней, это на пятый суток ты уже возвращаешься. И в основном все южные маршруты. То есть Саратов-Адлер тоже есть поезд, это лучшее направление. Вот всегда интересовал вопрос, время, когда у вас есть свободное между тем, чтобы отправиться обратно домой, чем вы занимаетесь? Есть возможность вот в Питер выйти, погулять там по улицам, нет такого? Нет, на самом деле это вообще-то запрещено по инструкции проводника пассажирского вагона. Максимум, что это можно рядом с депо, куда приезжают, есть магазины, можно пойти и купить себе что-то, покушать дорогу и отправиться дальше. Ну, мы приготовляем вагон к отправке, чтобы пришли другие пассажиры и всем было комфортно и уютно в пути. Понятно, ну давайте посмотрим ролик и про проводников и продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть что добавить? Что-то вспомнили, пока смотрели ролик? Есть. Есть что еще? Вот, в этом году... Специфика работы. В этом году мы организовывали флешмоб в честь Дня железнодорожника в городе Саратове. Он прошел первый раз и вообще в приволжском филиале. Вот, очень здорово, очень классно. А чья это была инициатива? Потому что важна молодежная всегда, вот такой незамыленный взгляд на вещи. Флешмоб, это, наверное, идет от молодежи? Ну, это от Всероссийского студенческого отряда проводников совместно с федеральной пассажирской компанией. Это как-то было обговорено и решили провести еще и в Саратове. А что это включало в себя флешмоб? Что вы делали? Ну, мы устраивали праздник для пассажиров на вокзале. Чисто, как будто случайно собрались все в бойцовках. Очень классно, весело, станцевали, спели песни под гитару. Спевочку такую провели маленькую, подарили шарики маленьким пассажирам. Люди как реагировали на это? Очень положительно, очень здорово. Очень удивлялись, что такое возможно. Вот какой раз слышу ключевое слово – позитив, да, положительное. И Марина говорила про положительный, про позитив, что нужно позитивно ко всему подходить, к своей работе, и вы тоже. А какой есть позитив у строителей? Вот даже интересно. У строителей много позитивов. Помимо стройки, видим, у нас на Всероссийских объектах проводится еще и комиссарская деятельность, также и спевки, и конкурсы, и спартакиады, и творческие фестивали. То есть положительных эмоций много, так же, как и проводники проводим. Творческие фестивали для жителей города, в котором мы находимся. Эмоции тоже дарим куча, особенно, когда сдаем дом. Расскажите про вашу работу. Вот что вы делаете, какие у вас обязанности? В строительном направлении довольно-таки обширная работа. Это все виды общестроительных работ, от отделочных работ до строительных, до дорожных. То есть мы и стены штукатурим, и плитку кладем, и тротуарную плитку, и бордюры. То есть абсолютно все виды работы. А в Самаре что конкретно, чем занимались, на каких объектах? В Самаре, как Сергей уже рассказывал, это и набережная, и Струковский сад, и стадион Самары-арена. То есть все ребята... Да, серьезные объекты. Алексей немножко скромничает. Он сам два года работал в строительном отряде, был бойцом отряда, командиром этого отряда. После этого, как два года отработал на стройке, возглавил Всероссийскую студенческую стройку «Космодром Восточный». То есть к нему приехало в его подчинение порядка 400 бойцов. Да, 19 регионов страны. 19 регионов страны. В 2017 году он руководил этой стройкой. Впервые за всю историю, наверное, Самарской области возглавил Всероссийский объект, на котором вот так достойно представила нашу область. Да, но здесь важны еще организаторские способности, качество руководителя. Да, потому что в мои обязанности входит абсолютно все, от прокладки маршрута, от встречи бойцов, от трудоустройств, подготовки документов, именно контролируемых работ, и также вплоть до их отъезда и приезда домой. Вы этому как учились? Как вы приобретали вот эти науки все? Ну, я эти науки приобретал, работающие в Самарском региональном отделении. Ну, а так, это проходила школа всероссийская, подготовки командных составов. Там более подробно рассказывали какие-то детали, мелочи. То есть Алексей прошел... То есть вас не бросают просто вот на... Алексей прошел конкурсный отбор. То есть не просто так вот выбрали что-то. Алексей готов там поехать. То есть их приехало порядка 20 ребят, которые сдавали тесты, проходили собеседование. И Алексей вот в числе 20 ребят прошел, стал лучшим. В 17-м году ему доверили возглавить всероссийский объект такой. Да, ну давайте посмотрим еще один ролик про стройотряды и продолжим. Мам, привет. Мы на месте. Как забрались, сынок? Хорошо. Сбылась мечта, я на Дальнем Востоке. О, я рада. Что выйти в строй? Историумом. Дальнем Востоке. Серьезный объект. И такая ответственность большая, да? Очень. Очень интересный сценарий. Вопросы безопасности, качества и всего. Расскажите, пожалуйста, Сергей, прежде чем вы стали руководителем, вы что прошли, какой путь, с чего начинали? Путь, я прошел 4 стройки, то есть 4 года работал в студенческой стройотрядах. И после этого меня товарищи избрали на должность руководителя Самарского регионального отделения Молодежной Всероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Что касается различных проектов, наверное, вот в прошлом году, вот осенью, был один из таких значимых, это у нас благоустройство городской среды. Наши ребята контролировали все объекты, то есть у нас порядка в округе более 200 объектов, в городском округе Самары. И ребята выезжали на эти объекты, заполняли паспорт объекта, проверяли, как строительные организации проводят реконструкцию, ремонт, общались с жителями, что нравится, что не нравится. Как же можете проверять, если вот нет таких профессиональных основ для проверки? Для проверки они проверяли наличие, то есть если в паспорте написано, что должен быть, допустим, обновлен бордюрный камень, пожалуйста, смотрят, бордюрный камень есть. То есть дорожное покрытие есть, нет, детская площадка есть, нет, фонарные столбы есть, есть. То есть вот такие вот вещи и опрос жителей, что нравится, что не нравится, как хорошо выполнена работа, что какие-то замечания есть к строительным организациям. То есть ребята, вот 200 объектов, они все были нами промониторены, отправлены сразу даже, причем напрямую в Министерство строительства Российской Федерации. То есть это такой вот федеральный был проект, и мы в него вливались и также контролировали все эти процессы. Но отдельно вообще очень нам, естественно, и область помогает во всех направлениях. Нас со стороны правительства Самарской области курирует вице-губернатор Фетисов Александр Борисович. Благодаря ему мы очень плотно в прошлом году потрудились на территории Самарской области впервые, наверное, за 10 лет. Струденческие строительные отряды работали в Самарской области. Вот благодаря ему личному включению, потому что были тяжелые переговоры со строительными организациями, потому что строительные организации сначала с недоверием отнеслись к студентам, что это будет такая достаточно нагрузка для них, что ребята не готовы выполнять ту или иную работу. Но по истечению трудового семестра большинство строительных организаций попросило вновь и вновь привлекать студентов на их объекты, потому что действительно студенты оправдывают свой труд, и все достаточно остались довольны, и студенты, и подрядчики. Поэтому здесь такой хороший опыт получился у нас в 2018 году, поэтому тут большое спасибо прямо и правительству, и подрядам, организациям. Да и ребята как бы поддержали и показали, на что студенты способны и трудиться, и выполнять очень серьезный фронт работы. Студенческие отряды, они же не вчера появились, уже была школа, практика в ранние годы. Вот что перенимается из-за этого? Или нужно оттолкнуться, уйти от этого и свое что-то строить? Нет, у нас практически вся идеология, вся структура организации, то есть у нас, начиная с линейных штабов, с линейных командиров, вузовских штабов, командиры есть вузовских штабов. То есть это организация, да? Структура очень четкая, все понятно здесь, начиная даже с этой куртки, бойцовки, цилинки они называются, то есть это парадная форма бойцов студенческих отрядов, со значков, с эмблем, то есть на Алексея можно посмотреть и сразу понять, сколько он летом в движении студенческих отрядов, какую должность он занимает. Вот вы только видите, вы это понимаете. То есть здесь вся идеология и понятие комиссарской деятельности, все это сохранилось, и отряды живут в своем движении, то есть каждый бойц разделяет именно всю идеологию российских студенческих отрядов. Понятно. Ну а теперь о ближайших планах, на этот год уже определились, где будете? Марина. Работать, ну, к сожалению, в этом году очень переживаю, что не поеду, первый год, когда я не поеду в лагерь, потому что защищаю диплом, просто надо заниматься дипломом. Надо тогда раньше его защитить, как вы говорили. Да, да. Мы раньше стремимся с обучением расправиться, а у вас, Анна? Ну, я сейчас занимаю должность мастера регионального штаба, и поэтому я остаюсь в штабе, потому что штабной работы тоже очень много, и будем задействованы еще на чемпионате мира по футболу. А у вас, Алексей, какая стройка ждет? Я вот, ну, я... Или тоже организатор руководитель? Да, я больше организую теперь отряды на красной стройке, вот два отряда уже отправили, буквально они вот только вчера приехали на Восточный и приступили к работам. И готовим еще три отряда к отправлению. И в заключении программы хотелось бы услышать от вас, Сергей, советы тем, кто хочет влиться в ваше такое вот интересное разностороннее движение. Ну, здесь совет один, нужно дерзать, не бояться трудностей, потому что трудности нас закаляют, и все ребята, которые проходят через школу российских студенческих отрядов, становятся взрослее, мудрее и только опытнее. И так как получают большой такой руководящий опыт, потому что есть возможность ребятам уже начинать руководить коллективами от малого звена, и вот как Алексей, допустим, до таких вот крупнейших всероссийских объектов. Поэтому здесь нужно пробовать и проявлять максимально, вливаться в движение российских студенческих отрядов. Ну, по крайней мере, вы, никто из вас об этом не пожалел. Да нет, не знаю. Это самое главное, то, чего вы достигли. Спасибо большое за вашу деятельность, за настрой позитивный. Всего вам самого хорошего. Я прощаюсь и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин